Пионеро. В ЦРБ ничего такого не случилось. Там просто врачам нормально не объяснили ситуацию. Защитные халаты, маски, там все есть. А потом еще оказалось, что у нее есть какие-то переписки там с кем-то, которые Кадыров сейчас обнародует. Понимаете? Непонятно, какое это имеет отношение к ее зарплате, к ее работе, ее личная жизнь, даже если она абсолютно аморальная. Какое это имеет отношение к ее работе в департаменте и к ее зарплате? Нет, мы этого не знаем. Но Кадыров сказал им, хочешь я вообще сейчас покажу твою переписку с кем-то? Им сказали сами себе делайте защиту марлиевыми, марлиевыми, короче, бинтами. Неро. В ЦРБ ничего такого не случилось. Там просто врачам нормально не объяснили ситуацию. Защитные халаты, маски, там все есть. Мой брат там работает, по его словам, они всем там обеспечены и все вопросы решены, все норм. Я так и думал, в принципе, я так и предполагал, что они просто неправильно поняли. Все вместе эти врачи просто неправильно поняли информацию. И за то, что эту информацию просто неправильно до них донес, наверное, вот этот главврач этой ЦРБ, его, наверное, поэтому и уволили. Все так и было. В том, что в других регионах России и в Европе врачи сейчас тоже бастуют. Твои слова, что забастовка в Чечне – это угроза смерти, слишком громкие слова. Мне кажется, что ты перегибаешь палку. Но тебе кажется, это были ключевые слова в твоем сообщении, Борз Алирой. Тебе кажется. Я еще раз повторяю. Выйти на забастовку в Чечне – это рискнуть своей жизнью. Фокс Малдор. Я сам врач, работаю в первой ГКБ. И поверьте, у нас ситуация одна из лучших по стране. Телер Энхи Танбу. Все, у нас пошли правильные сообщения от нужных людей. Томсо, касательно ситуации в больнице. Больница еще ни одного больного не приняла. Больницу подготавливают на всякий случай. Все, что творится на видео, честно говоря, выяснение отношений работников. Лекарств и средств защиты – все достаточно. Сегодня к ним лично Даудов приезжал и разобрался во всем. Я же говорю, пошли сообщения крохоботов, когда нужно теперь создать совершенно иную картину. Тем не менее, вы должны понимать, что весь персонал ЦРБ не может неправильно понять. Неправильно поняли бы два человека там. Три человека. Ладно, пять человек неправильно поняли. Им и то их коллеги бы объяснили. Салим, мусалим. Когда появляются вопросы, которые тебе неудобны, это вопросы от крохоботов. Только приятные тебе вопросы являются правильными. Ну, ты мог бы так сказать, если бы я, допустим, не зачитывал бы вопросы, если бы я скрывал бы эти ваши вопросы. А так, ваши крохоботовские вопросы, я же их зачитываю, я даже на них отвечаю. Поэтому вы не можете жаловаться. Я просто говорю, что вы являетесь крохоботами. Крохоботами, кого я называю крохоботами? Это люди, работающие на кадыровскую власть, пишущие в комментарии в социальных сетях. Вот эти люди называются крохоботами. Их, допустим, в России называют кремлеботами, тех, кто пишет в пользу Кремля. Вас называют крохоботами, вы пишете в пользу кадыровского режима. Поэтому, когда я вижу, что это явно крохоботы, я вижу, что вы явно лжете, вы прекрасно знаете положение дел, и вы даже видите, что люди уже не выдержали на свой страх и риск, рискуя своими жизнями, они вышли на эту забастовку, выразили этот свой протест. И даже тогда вы пытаетесь как-то слить этот протест, сказать, что там что-то было неправильно. Но это в целом ваша тактика. Мы помним, что происходило с теми, кто жаловался в инстаграме Кадырова на поборы в миграционной службе при оформлении паспортов. Этих людей привозили к Кадырову, и оказывалось, что они просто неправильно поняли. Никто не говорил им давать взятки. Они просто неправильно поняли. Потом, когда пожаловалась девушка на то, что в Курчулоевском департаменте культуры ей не выплатили зарплату, их тоже привезли, и что оказалось? Она просто неправильно поняла. Зарплату ей собирались выплатить. До сих пор не платили, правда, но ей как раз собирались выплатить ее. А она взяла, написала это сообщение, просто неправильно поняла. А потом еще оказалось, что у нее есть какие-то переписки там с кем-то, которые Кадыров сейчас обнародует. Понимаете? Непонятно, какое это имеет отношение к ее зарплате, к ее работе, ее личная жизнь, даже если она абсолютно аморальная. Какое это имеет отношение к ее работе в департаменте и к ее зарплате? Нет, мы этого не знаем. Но Кадыров сказал им, хочешь я вообще сейчас покажу твою переписку там с кем-то? Она, разумеется, испугала и сказала, нет, я не хочу. Кто хочет, чтобы показывали личную переписку? Я уверен, что увидев личную переписку Кадырова со своей женой, наложницей, мы тоже там увидели бы много нелицеприятного. Да и у каждого это будет. Это просто настолько это было низко. И это было во всем. Когда пожаловались на то, что в чеченском государственном университете за сессии требуют деньги, опять привезли всех вместе, посадили. Оказалось, что неправильно поняли. Просто неправильно поняли. Никто не просил взятых. Здесь то же самое. Врачи просто неправильно поняли. Мы знаем, что именно так будет. Вы не сможете придумать ничего нового. Потому что, кадыровцы, вы не придумаете никакой новой схемы. Вы всегда будете делать по накатанной. Неправильно поняли. Так, у нас час двадцать шесть. Сейчас мы не дочитаем последние сообщения. Интересная тема была про медиков. Вот на днях буквально смотрел ролики с бытности Ичкерии. Посмотри на ютубе. Митинг медиков перед президентским дворцом называется. Потом есть продолжение. Разгон митинга. Вот там медики жалуются элементарно из-за того, что Ичкерийские волки грабили и убивали персонал гинекологов. Я, честно говоря, не видел, но если подобное даже было. Ичкерия это было то государство, в котором без проблем могли медики, кто угодно, выйти на митинг, выразить свое несогласие. Из-за этого никто их не унижал. Никто в РОВД никого не забирал. В этом не было проблем. Поэтому, когда, если мы вернем наше государство, когда мы вернем наше государство, и вот мы в нашем государстве эти проблемы будем как-нибудь решать сами. Нам не нужно сейчас указывать на то, что на те проблемы, которые были в Ичкерии. Ичкерия была не беспроблемным государством. Она была очень проблемным государством. Но это было наше государство, которое стремилось к тому, чтобы наладить свою жизнь. Это не было государством тирана, который установил там свои правила, свои порядки и угнетал народ. Нет, это было государство, которым президент представал перед судом в качестве ответчика. Несмотря на все проблемы, которые были в этом государстве, это государство наше, наше любимое. И это государство, которое победило мощную ядерную державу в войне, в двухлетней войне. Поэтому давайте не будем трогать Ичкерию. Когда мы вернемся в Ичкерию, тогда мы поговорим о проблемах Ичкерии. Сейчас мы говорим о проблемах российской Чечни, о проблемах, чинимых российской властью в Чечне. Мой сосед мне два часа назад сказал, что его сноха работает в больнице. Он говорит, им не выдают костюмы и маски. Им сказали сами себе, делайте защиту марлиевыми, марлиевыми, короче, бинтами. Окутайтесь. И говорит, не разрешаю, с работой уволиться, а кто уволится, тот никогда больше не сможет работать. Он говорит, что его мать, что его мать купила. Вы знаете, я видел фильм, снятый Ириной Шихман по поводу как раз коронавируса в российских больницах. Было бы круто, если бы там же не было вообще освещения ситуации в Чечне. Поэтому было бы круто, если бы мы сделали бы нечто подобное. Если бы были врачи, наши чеченские врачи, которые готовы говорить, не показывая своих лиц, с изменением их голоса, чтобы их не узнали без указания, какая именно там больница. Просто если они расскажут, как обстоят дела на самом деле, я могу сделать такой небольшой фильм, интервью с несколькими врачами. Если есть такие желающие, то напишите мне в директ моего инстаграма. Инстаграм, сейчас мой модер опять напишет его, иншаллах, в чате. Абдурахманов брос меня, так можно найти. Субтитры создавал DimaTorzok